На тех нечастых стримах, что я провожу, всё чаще встречается вопрос, играю ли я в какие-то игры кроме Destiny 2, какие мне понравились, что я жду и так далее. Особенно сейчас, когда Destiny переживает не лучший сезон и всё больше людей пользуются этой возможностью, чтобы перепройти любимые игры или уделить внимание тем релизам, которые до этого откладывали в долгий ящик. Я как раз скорее из второй половины и это затишье в Destiny 2 я использовал, чтобы наконец поиграть в несколько старых игр, до которых просто не успевал добраться. Но и про новинки и популярные сегодня серии не забывал, так что я решил записать этот ролик, в котором расскажу о некоторых играх, в которые я играю сейчас, расскажу свои впечатления, возможно кто-то после этого сам начнёт играть в эти игры, пока мы все сычуем в самоизоляции. И может даже где-нибудь к концу видео отвечу на вопрос, буду ли я делать контент по другим играм. В общем, давайте смотреть. Первой игрой, в которой я, можно прямо сказать, отдыхаю и расслабляюсь, стала Black Mesa. Я довольно не часто играю в одиночные сюжетные игры, а уж в ремастере переиздания почти никогда. Однако ко вселенной Half-Life у меня особое отношение ещё со школьных времён. Half-Life 2 это та игра, которую я до сих пор могу назвать как свою любимую игру. Сколько раз я её перепроходил раньше и сколько времени я просиживал на фанатских форумах, Half-а стала первой игрой, в которую я углубился в плане лора. Однако в первую часть Half-Life 98-го года я не мог себя заставить играть. Я понимал, что это то, с чего всё началось, что это важнейшая игра поколения, но всё же избалованный физикой и графикой Half-Life 2, я уже не мог воспринимать тесные и замыленные коридоры комплекса Чёрной Мезы. И вот теперь, когда студия Crowbar Collective в марте выкатили финальный релиз переиздания оригинальной игры на движке Source, который конечно в 2020 году тоже мягко говоря древний, однако его возможности оказалось достаточно, чтобы придать старой истории столь привлекательный окрас. Я был сильно удивлён тому, какое внимание разработчики уделили, например, свету и эффектам. Многие локации изменились просто кардинально, новые физические возможности только усиливали атмосферу трагедии в научном комплексе, не ломая при этом оригинальную историю. Не уверен насчёт того, менялось ли как-то поведение противников, или я уже просто как современный игрок в шутеры избалован тупыми мобами и ботами в новых играх, но даже искусственный интеллект солдат меня заставил понервничать в некоторых миссиях. На момент написания я ещё не до конца прошёл игру, но уже сейчас я не исключаю, что текущее моё прохождение не станет последним, всё же притягательность серии Half-Life для меня лично не может быть переоценена. Есть какая-то магия. Ну а что до новой Half-Life Alyx? Может быть и доберусь до неё, когда наконец смогу раздобыть или одолжить у кого-нибудь VR-шлем. Там, мне кажется, просто снесёт голову, если я окажусь в столь тесном контакте с любимой вселенной. Очень жду этого. Звание самой попсовой игры из тех, что я запускаю почти каждый день, конечно же, достаётся Call of Duty Warzone. Королевская битва от Activision покорила миллионы игроков, перетянула по кусочкам фан-базу от конкурирующих игр жанра и привлекла совершенно новых игроков. Например, меня. Я не играл до этого в королевские битвы много, мне было тяжело вникнуть в механики и особенности режима, хотя было очень интересно. Fortnite ненадолго привлёк моё внимание, но всё же все заморочки с постройкой оказались лишним усложнением для меня. Ну а Apex всё ещё установлена на моём компе, но пока как-то пылится. А вот Warzone максимально снизила порог вхождения в режим. Пистолет на старте, возвращение на поле боя после победы в ГУЛАГе – всё это довольно казуальные механики и меня это устраивает. Опять-таки играть в неё легко, чтобы научиться разобраться во всех сложностях снаряжения, не нужно тратить сотни часов. Я прям как типичный проходивший мимо игрок, запускаю игру на пару часов в день и она мне нравится. Я чувствую, что играю в неё может быть порой неправильно и существует армия экспертов, которые бы такие «Ох, ну ты выбрал зону высадки, конечно», но я пока просто ценю чувство, когда игра меня цепляет и не просит ничего взамен. И говоря про ролики по Call of Duty, я не уверен, что я бы был готов делать по ней какой-то регулярный видеоконтент. Разборы снаряжения или что-то в таком духе прям, прям нет, такое неинтересно, и я к этому отношусь не особо-то серьёзно. Может пару стримов бы и провёл, если бы подвернулась возможность, или какую-нибудь нарезку, но... В общем и целом, это скорее игра для себя. Пока не вижу себя на серьёзных щах, делающего видосы про новые прицелы или скины. Так что упоминание игры в этом ролике, это скорее ответ на вопрос, играл ли я в Warzone и буду ли я делать по ней ролики. Третья игра, которой я стараюсь уделять время, но что-то его даже на самоизоляции почему-то больше не становится... Wellerand. Многие наверняка видели мой пост на вкладке сообщества, в котором я интересовался, играет ли кто из подписчиков в неё сейчас. Поскольку соло, в игре совершенно нового, можно сказать для меня, жанра, делать нефиг. Однако игра всё ещё находится в режиме закрытой беты, и я думал, что среди моих зрителей найдётся, может, человек 10 хотя бы, с которыми я бы мог иногда играть. В итоге, короче, на созданном мной дискорд сервере собралось порядка 70 человек, активных игроков, которые уже сейчас разбираются в игре просто отлично. Так что если у вас есть доступ к бетке, то залетайте на сервер, сыграем вместе, ссылку оставлю я в описании. Играю я не часто, и играю, ну, довольно скверно, на мой взгляд, виной тому забытые мной механики. Я совершенно отвык от такого темпа игры. Нет спринта, нет даблджампа, нет этих бешеных скоростей и экшона. Если вы совсем не знакомы с этой игрой, и из-за мультяшной графики считаете её очередным клоном Overwatch, то ошибочка. Больше, наверное, это всё же похоже на Counter-Strike, если вам уж так хочется сравнивать. А в CS я играл в последний раз, даже не вспомню когда. Все эти тактические прокидки гранат и способностей, точные аим и так далее, всё это давно уже мной было забыто. Все шутеры, которые я играл в последнее время, это, как я сказал, бешеные и динамичные игры, той же Call of Duty до Destiny. Так что привыкнуть не бежать вперёд и не стрелять на бегу, всё вот это вот, далось мне не без труда. Плюс к этому препятствие с контроллером. Я не играл на клавиатуре и мыши лет 5 точно. Я тупо забыл, что это такое. В Destiny я до сих пор даже на ПК играю чаще на геймпаде, который ещё и вешает бонусом конский аим-ассист. Так что нормальный аим на мыши, это для меня что-то из области фантастики. Но тренировка и попытки снова и снова изучить новое дают результат, хоть и очень неспешно. Мне хочется научиться играть, хочется понять новые особенности игры, и я получаю массу удовольствия от этого процесса. Плюс всё же очень важную роль играет возможность играть не одному. Парни постоянно что-то подсказывают, рассказывают и советуют, и это тоже выручает. Да, очень многое завязано на точной стрельбе, на чёткой командной работе. Но кроме этого, в арсенале игрока есть ряд специальных суперспособностей. Ульта, особые шпионские примочки, в ВХ стрелы, огненные ливни и всё вот это вот. Комбинировать это всё и знать как использовать, тоже очень занимательный процесс. Будет ли контент по этой игре на канале? Вот тут не исключаю. Но всё зависит от того, как скоро я к ней привыкну. Мне бы хотелось попробовать, может начать также с пары стримов, и там уже решать, развивать эту тему игры на канале или нет. Ну и напоследок, ещё одна игра, которую я как раз очень надолго всё откладывал, и вот на днях скачал. Blasphemous. Это просто игра в удовольствие для глаз и ушей. Я просто с первых минут пришёл в дичайший восторг от игры, от того, какое огромное внимание в ней уделено визуалу, изображению, при том, что она сделана в жанре пиксельного платформера. Казалось бы, какая тут может быть красота, когда всё из кубиков, но вот именно это шаблонное возражение Blasphemous рвёт прям с треском. Какие-то невероятно атмосферные катсцены, атмосфера Souls-like игр, очень красивый саундтрек и сильная, историческая, если её можно так назвать, база. Масса символов, отсылок, короче, это действительно та игра, которая меня очень впечатлила. И я вот о ней точно сделал бы видео, с анализом образов, легенд и отсылок. Я настолько ей проникся, что собрался уже заказывать себе официальный артбук по игре, но на сайте разработчика он уже распродан, а на ebay был один лот. Вот этот. Так что купил себе электронную версию в надежде, что когда-нибудь случится переиздание на бумаге. Я очень люблю игры, которые запоминаются кропотливо визуальной работой. Bloodborne мне нравится куда больше Dark Souls именно из-за визуала и арта. И вот тут та же история. Игра довольно непростая, относительно того, что вы можете ожидать от пиксельного платформера. Но в целом, я проходил её просто взахлёб, так что и в суперпотных моментах, как в Souls'ах, не припомню. Как-то так. Играл я немножко и в другие игры, но не настолько вовлечённо, чтобы рассказать о них. Рассказать ли я о тех играх, которые я жду больше всего в этом году или дальше, не знаю. Пишите в комментариях, может быть. Давайте, если наберём, скажем, 2000 лайков под этим роликом, то я расскажу и об этой теме. Ну а для тех, кто думает, будто я затеял совсем больше не делать видео о Destiny, разумеется, это не так. Но пока что, как я и сказал, есть возможность поиграть в новые для себя игры. И если какая-то из них мне запомнится и впечатлит, то почему бы не уделить ей время у себя на канале. Мне будет важна ваша поддержка в этом направлении, так что оставайтесь на связи. И игры, о которых я рассказал, напишите, играли ли вы в них, какие у вас остались впечатления. Давайте обсуждать. Жду ваших комментариев. Счастливо!